Все мы думаем, что всегда будем сильными, здоровыми и способными решить все проблемы. Но проходит время, мы стареем, и тогда даже самые простые бытовые вопросы становятся неразрешимыми. Что делать беспомощному старику, когда работники ЖКХ не исполняют свои обязанности, не реагируют на просьбы, обратиться к депутату? Эта простая бытовая история началась летом. В квартире видновчанина Валентина Пегасова сломался унитаз. Пенсионер решил поставить новый за услугой и обратился в ЖЭК. Но после установки санитарно-технического приспособления выяснилось, что есть протечки. Утром встали в 8 утра этот лоток, сейчас время 12 часов, вот столько получается воды. При выполнении работ квитанцию пенсионеру не дали, сантехник уволился. Сам решить данный вопрос Валентин Иванович не смог. Около полугода назад перенес инсульт, ему даже говорить сложно. Добиться от ЖКХ помощи не получилось и у Ольги, которая помогает старику по хозяйству. Однократно обращались к начальнику, вопрос не был решен. Пришлось обратиться на телевидение. Как не помочь пенсионеру, который некоторое время назад похоронил супругу? Единственная его дочь, волею судеб, живущая очень далеко, тоже не может принять участие в решении проблемы. Чтобы избежать проволочек, мы сразу позвонили районному депутату по избирательному округу номер 2. Результата долго ждать не пришлось. Был звонок техника, она очень быстро отреагировала. В понедельник пришли сантехники и быстро устранили поломку. Я технику, которая отреагировала на звонок, очень благодарна. Большое ей спасибо. В конечном итоге народ нас избирал для того, чтобы даже такие мелкие бытовые вопросы решать. Это, в принципе, наши обязанности. Конкретная проблема решена. Только вот хочется спросить, почему нужно обращаться с простыми бытовыми вопросами на такой уровень? Неужели мы уже разучились просто так, без корыстных целей, помогать старикам? Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.